На прошлой неделе состояло заседание Совета целевого учреждения промышленного парка Идавирма. Это традиционные встречи, которые проходят в соответствии с уставом. В состав Совета входят представители трех министерств – Министерство финансов, Министерство коммуникаций и Министерство окружающей среды. Также представители города Кохтлоярве, города Кивили, Волостиехве и города Нарвы. Напомним, что целевое учреждение развития промышленных парков Идавирума созданы несколькими городами и властями Идавирума. По словам Рины Ивановой, председателя городского собрания, целевое учреждение занимается продажей земельных участков и привлечением инвестора непосредственно к нам в наш уезд в Идавирума. Очередное заседание было посвящено обсуждению тех потенциальных клиентов, которые могут в скором времени появиться на наших территориях. И обсуждению проблем, связанных с формированием пакета новых клиентов, с которыми надо будет работать в следующем году. Отрадно, что первый договор на приход сюда к нам, непосредственно нашу территорию промышленного парка, с одним из предприятий в декабре месяце заключен. То есть предварительно-предварительно заключается протокол и договор о намерениях, и затем рассматриваются непосредственно детали прихода данного предприятия сюда. Почему для меня это значимое событие? Я глубоко убеждена в том, что первое появившееся на территории, вот на такой большой территории, в 67 гектаров, предприятие станет своеобразным центром притяжения. То есть проходящий мимо, проезжающий мимо предприниматель, инвестор, видя творящееся и живущее предприятие на большой территории, он несколько по-другому и оценивает данную территорию. Хочется сказать, что официального открытия, такого громкого, шумного открытия нашего промышленного парка целевое учреждение пока не делала. Но это связано непосредственно и с погодными условиями, и вот мы ожидали как раз подписания первого договора. Но в скором времени более громко об этом можно будет говорить.